МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодняшний эфир анонсировали за две недели, да, объявление дали о том, что мы собираем вопросы от телезрителей. Поэтому наша сегодняшняя беседа будет построена таким образом. Я вам зачитываю вопрос от наших телезрителей, вы отвечаете. Хорошо. По каким вопросам можно обращаться в Серпухове в Роспотребнадзор? Ну, к полномочиям Роспотребнадзора относятся надзор и контроль за исполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации. Это, например, клиент и компания. Да, взаимоотношения. Взаимоотношения, да, клиенты и компании. Например, обиженный потребитель и магазин. Сфера услуг, значит. Сфера услуг, бытовые услуги, то есть все, что угодно. Заправочные станции, дилерские рынки в плане того, что, допустим, приобретение автомобиля, навязывание услуг потребителю. Все вопросы это наши. А бывает ли такое, что ошибочный человек направляет вам жалобу, думая, что вы полномочны вообще ответить на тот или иной вопрос? Бывает. Что в этом случае? Вы перенаправляете в другую структуру? В этом случае мы рассматриваем. Опять же, все жалобы носят индивидуальный характер. Мы рассматриваем то, что касается в рамках наших полномочий. Мы ее рассматриваем. Если касается не в наших рамках, то мы, соответственно, перенаправляем либо напрямую к должностному лицу по области, либо через наше управление уже централизованно идет в другие сферы. Чаще это жалобы на кого-то или на что-то, или просто просят разъяснить, проконсультировать? В основном жалобы. Кто-то кого-то не услышал, либо кто-то что-то сделал неправильно. И на помощь спешит Роспотребнадзор. У нас есть еще такая возможность. Мы подаем исковые заявления в защиту конкретных граждан, подаем исковые заявления в защиту неопределенного круга лиц, когда, допустим, вопрос затрагивает большой объем информации или большой круг потребителей. И также мы даем заключение по гражданским делам. Это когда потребитель сам либо с помощью юриста подал исковое заявление, и мы даем уже заключение по конкретному гражданскому делу. Поэтому и такие обращения у нас тоже поступают. Так, с полномочиями мы разобрались. Следующие наши вопросы, они очень-таки конкретные. Итак, мне подарили сертификат им-видео, но на нем написано, что деньги вернуть нельзя с сертификатом. В эфире от ТВ Серпухов вы как-то сказали, что сертификат можно обвинять на деньги. Насколько это правомерно, что мне отказали в магазине? Денежные средства вернуть можно. И при этом необходимо обратиться к должностному лицу, к администрации магазина о том, что вы, к сожалению или к счастью, ничего не подобрали себе нужное из ассортимента, то, что сейчас представлено, и хотели бы получить денежные средства. Пишется письменная претензия администратору, управляющему магазину о том, что прошу вас вернуть денежные средства, заявленные в сертификате. Она так и называется? Претензия? Претензия, да. Либо можно просто в простой письменной форме, как в виде заявления написать. А, что просто прошу вернуть? Как заявление, как претензия в простой письменной форме, что прошу вас вернуть денежные средства, заявленные в подарочном сертификате, в связи с тем, что из вашего ассортимента мне ничего не требуется. Данное обращение рассматривается в течение 10 календарных дней, по окончанию принимается решение о возврате денежных средств. А если в магазине отказали, как действовать? Висковое заявление в суд. Идем в суд, обращаемся в Роспотребнадзор с просьбой о том, что вас не услышали, либо не хотят вернуть денежные средства. Мы помогаем составить заявление. Также мы можем быть представителями в суде в защиту данного гражданина и рассматриваем в судебном порядке. Так как это имущественный вопрос, то что касается денежных средств, здесь мы не можем обязательно хозяйствующий субъект вернуть, то есть надавить каким-то образом. Мы идем в рамках правового поля. То есть мы заявление, претензия, здесь уже идет судебный процесс. Ну то есть подытожим, любой подарочный сертификат можно обменять на деньги? Можно. Следующий вопрос. Приобрела в магазине обувь со скидкой 40%. Через неделю отклеилась подошва, то есть обувь оказалась некачественной. Но в магазине мне сказали, что на уцененный товар гарантия не распространяется. Законно ли продавать товар без гарантии? Я могу вернуть. Смотрите, тут возникает вопрос, в связи с чем оценили товар. Это вышел из моды, либо там какая-то маркетинговая акция, либо что-то еще. Если мы говорим о том, что товар качественный, о том, что в нем нет недостатков изначально, он там небывшее употребление и так далее, то тогда да, гарантия устанавливается заводом-изготовителем, и продавец не может изменить ее, либо отказать от гарантии. Это идет от нарушения прав потребителя. Поэтому гарантия распространяется. Если же в товаре идут какие-то недостатки, соответственно, он из-за этого происходит уценка товара. То есть становится понятно, ты приобретаешь обувь, потому что там уже какой-то дефект. Да, но об этом должна быть доведена информация. То есть потребитель должен эту информацию получить до того, как он приобрел товар. То есть у нас в законе защиты прав потребителя четко установлено, что информация должна быть достоверна, своевременна и в полном объеме. То есть если потребитель видел о том, что там, допустим, ну не хватает там, допустим, какого-то стразика, либо там что-то там с замочком не так, и он согласен на такие условия, и он принимает решение покупать, соответственно, в дальнейшем он уже по этому вопросу требования предъявить не может, о том, что там что-то как-то вот, значит, подостежка не так. А все остальные гарантийные обязательства, которые устанавливает изготовитель, сохраняются. Ну хорошо, а как доказать тому же самому продавцу, что он предупреждал покупателя о том, что там вот замочек сломан, условно? Смотрите, у нас по закону о защите прав потребителя изначально обязанность доказывания лежит на продавце. Что касается недостатка товара, обязанность доказывания лежит на продавце до тех пор, пока действует гарантийный период. После гарантийного периода уже обязанность доказывания переходит на покупателя. Соответственно, если на товаре установлен гарантийный срок, обязанность доказать лежит на продавце, в том числе и по информации. Но все-таки рекомендуем о том, что если вы предполагаете о том, что в дальнейшем могут возникнуть какие-то вопросы касаемо такой вот нестандартной ситуации, можно сделать фотографию, информация, как правило, размещена на ценнике, либо на маркировке товара, где идет указание о том, что идет скидка, оценка и так далее. И, соответственно, если там есть какой-то недостаток, он должен быть тоже зафиксирован наглядным, доступным для потребителей. То есть, правильно понимаю, в момент продажи, передачи покупателю, продавец может сфотографировать и таким образом себя обезопасить, что я предупредил? И продавец может сфотографировать, и покупатель тоже. Так, обязаны ли предприниматели предоставлять покупателям по их требованию документы, которые подтверждают качество и безопасность товаров? И какие должны быть эти документы конкретно? Вот как они называются? Ну, давайте рассмотрим вопрос таким образом, что у нас не на все виды товаров могут предоставляться документы. На какие? Декларации, сертификаты. Коснемся, например, технически сложных товаров. При покупке технически сложных товаров мы получаем гарантийный талон. Это является документом, подтверждающим право владения. Также в данном гарантийном талоне прописана характеристика, основная характеристика, основные моменты по данному техническому товару. Например, ювелирные изделия. То же самое можно при покупке ювелирных изделий. Потребитель может попросить продемонстрировать данное ювелирное изделие, взвесить его, сравнить маркировку, нанесенную на ярлыке, сравнить документацию. Опять же, попросить завод изготовить, действительно ли поставлял данную продукцию ювелирную или нет. То есть, пломбу, все это сравнивается в присутствии продавца и потребителя. Например, автозаправочная станция при заправке топлива. При заправке топлива то же самое. То есть, потребитель может попросить документацию, декларацию о соответствии топлива. Называется декларация? Декларация, да. Сертификат, то есть, может попросить документы, подтвердающие действительно качество топлива. Потому что иногда бывает, поступает обращение касаемо топлива. И здесь уже действительно мы как надзорный орган делаем запросы в автозаправочную станцию, на автозаправочную станцию для подтверждения действительно качества топлива. Но опять же, это все должно быть, то есть если более глубоко коснуться, то здесь уже лаборатория. Если коснуться действительно качества, откуда поставлено было топливо, то здесь уже декларации и сертификаты. Документ продавец обязан сразу же предоставить или в течение какого-то периода? Если у него есть в наличии какие-то документы, подтверждающие качество товара, либо сертификаты, он может предоставить сразу. Если, допустим, в какой-то момент сразу не предоставляются данные заявленные бумаги потребителям, административному органу нужно сделать запрос. Опять же, от производителя, от поставщика. Для того, в связи с тем, что у него, допустим, поступил запрос от потребителя на предоставление необходимых документов. Я вот ни разу вспоминаю, не запрашивала ни один подобный документ у продавца. Вот я думаю, насколько это правильно или неправильно. Ну, мы рассчитываем на свое, наверное, на свое какое-то внутреннее ощущение, что действительно ты покупаешь тебе нужный товар, который качественный. Опять же, мы все ориентируемся на маркировку. В маркировке четко должно быть прописано состав, свойства. Опять же, есть люди аллергикой, которые, допустим, не переносят хлопок или не переносят синтетику. То есть, опять же, поставщик, производитель данного товара должен заявлять четко заявленные свойства, заявленные характеристики данного товара о том, чтобы потребитель мог выбрать нужную и подходящую ему вещь. Так, к следующему вопросу переходим. Скажите, до сих пор в заведениях общепита должны быть книги отзывов и предложений? Вообще, их кто-нибудь читает, если они есть? Да, книги отзывов и предложений, они должны быть. Сейчас были изменены правила оказания услуг общественного питания, были изменены правила дистанционной торговли, правила общей торговли. И вот у нас осталось требование, чтобы все-таки книга отзывов и предложений должна быть в организациях общественного питания, в организациях оказывают бытовые услуги. Как таковых требований к введению данной книги нет. То есть, это на усмотрение хозяйства субъекта, на том, что она должна быть. И мы все-таки, как Роспотребнадзор, рекомендуем о том, что необходимо руководству торговой точки просматривать книгу отзывов и предложений, обязательно направлять ответ. Если потребитель указывает адрес, там электронную почту, значит отправлять по электронной почте. Если потребитель указывает домашний адрес, значит, ну, я не думаю, что это существенно будет финансовая нагрузка на бизнес. Я уже думала, это пережиток прошлого. Ответить почтой России. Для чего это нужно и почему мы рекомендуем все-таки это делать? Потому что у нас, в принципе, закон о защите прав потребителей установлено о том, что потребителю должен быть направлен ответ. То есть, потребитель, обращение его должно быть рассмотрено в течение 10 дней. И также существует административная ответственность. Если продавец или изготовитель допустил необоснованный отказ от рассмотрения требований потребителей, либо просто не рассмотрел, поэтому существует и административная ответственность. Плюс к тому же у нас существует и штраф, который, когда потребитель в дальнейшем обращается в суд, он взыскается судом, это 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. Поэтому это тоже такая нагрузка серьезная, если там идет сумма, допустим, не тысячи, не две, а сто и так далее, соответственно, 50% штраф, это опять взыскается с продавца в пользу потребителя за то, что он не смог удовлетворить требования в добровольном порядке. Если Роспотребнадзор приходит с проверочкой, вот как раз вы книгу пролистываете? Да, просматриваем. Во-первых, у нас потребители делают акцент, в частном порядке бывает достаточно легко заметить то, что не видно, когда мы пришли на проверку. Поэтому, естественно, мы обращаем внимание, на что жалуются потребители, есть ли случаи, какие-то такие, не просто конфликтные ситуации, там нагрубили, нахамили, а именно нарушение санитарных правил, санитарных норм, либо что-то такое, что влечет нарушение по защите прав потребителя, там, обсчет, обвес и так далее. Храниться где должна эта книга? Где-то на видном месте? Такого требования нет, я установлю то, что она предоставляется по требованию. А, ну то есть если я попросила, мне тогда обязаны принести. Да, потому что бывают, я так понимаю, случаи, контролируемые лица жалуются о том, что книги уносят с собой и портят, и все бывает. Есть ли какие-то правила доставки еды, норматив на упаковку, например? У нас есть санитарные правила, которые в том числе рекомендируют доставку пищевых продуктов. Что касается упаковки, это есть технический регламент о безопасности упаковочных средств, которые устанавливают требования к любому виду упаковки, это керамическая посуда, бумажная посуда, пластиковая или смешанная. И прежде всего основное требование это то, что посуда должна быть именно для пищевых продуктов. На этом есть специальная маркировка на каждом, там будет это коробочка, пластиковый стаканчик и так далее. Везде идет маркировка о том, для чего предназначена эта упаковка, для пищевых продуктов или не для пищевых? Из чего изготовлено это? Основные требования к упаковке это то, что она должна быть в том виде изначальном, то есть не подвергаться, если это горячий какой-то напиток, либо горячий продукт, чтобы она не деформировалась, не выделяла какие-то вредные вещества и так далее. Что касается доставки, хотим обратить внимание потребителей. Прежде всего, когда вы получаете продукцию, необходимо посмотреть, в каком виде вам ее доставили. То есть упаковка должна быть не нарушена, должна быть целостная. Если вы заказываете горячее блюдо, допустим, кофе или что-то, он должен быть в горячий стакан. Потому что, во-первых, это и с точки зрения потребителя важно заказать обед, а не получить его на ужин. Ну и в то же время это ваша безопасность, потому что сами понимаем, что горячие продукты, как сказать, сохраняют полезность и безопасность лучше, чем охлажденные. Что касается термобоксов, от которых привозят нас доставщики питания, это вот у них либо короба какие-то специальные, либо что-то, они должны быть чистые. Безусловно, внутри должны подвергаться обработке дезинфекции, они также должны быть целостные, чтобы исключить попадание каких-то вредных веществ, каких-то грызунов, не дай бог, или насекомых. Поэтому при получении продукции советуем обращать на это внимание. Если вам не нравится, в каком виде вам привезли, не приобретать эту продукцию, то, естественно, не употреблять. Хорошо, доставили с нарушениями, но оплата уже прошла. Как быть? Как взыскать, собрать, наверное, свои деньги? Ну, мы рекомендуем все-таки сделать фотографии о том, что вот если там, допустим, вы видите, что повреждена упаковка, либо там скрыта, либо там не хватает какого-то продукта, ну, чтобы были доказательные документы. А дальше написать на адрес, где непосредственно осуществляли заказ о том, что вот в таком числе, в такое-то время был шлен заказ, прибыл в ненадлежащем состоянии, просим вернуть денежные средства. В дальнейшем, если получаете отказ, возврат денежные средства, опять же, мы идем в суд. Только в суд, не в Роспотребнадзор? Мы можем помочь составить претензию, помочь составить исковое заявление, а в соответствии с 11 статьей Гражданского кодекса имущественные вопросы только через суд. Понятно. Дальше идем. Нам в классе не разрешают поставить кулер с питьевой водой для детей. Говорят, что изменились санитарные нормы. Раньше можно было, теперь нельзя. Это правда? Нет, это неправда. В связи с тем, что у нас действуют санитарные правила 36.48.20, в котором есть пункт 2.6.6, в котором четко прописано, что питьевой режим организуется посредством стационарных питьевых фонтанчиков или выдачи детям воды, расфасованной в емкости, бутилированной промышленного производства, в том числе через установки с дозированным разливом воды или организуется посредством выдачи кипяченой воды. Вода, расфасованная в емкости и поставляемая в хозяйствующие субъекты, должна иметь документы об оценке, подтверждающей соответствие. При использовании установок с дозированным разливом питьевой воды, расфасованной в емкости, проводится замена емкости. То есть, грубо говоря, многие школы просто не хотят брать ответственность. Потому что колбы, в которых приходит питьевая вода, у них тоже есть свой срок. То есть при вскрытии колбы вода может храниться 3, 5, 7 суток. А дети, естественно, могут не выпить, допустим, за 3 суток вот эту питьевую воду. Опять же, питьевой режим в учебных заведениях должен быть организован. В детских садах кипяченая вода, либо расфасованная вода в бутылочках. В учебных заведениях это должна быть действительно вода. То есть питьевой режим должен быть организован. Если родители на себя возьмут эту ответственность и будут поставлять в класс своим детям воду в формате кулера, это возможно? То есть запретов на это нет? Опять же, это все должно обговариваться с администрацией. Ну, с администрацией школы, понятно. Либо это представители какого-то класса заключают договор с данной организацией о поставке воды. В школу передается договор о том, что родитель заключил договор. И передаются документы о соответствии качеству воды. То есть родители запрашивают в организации сертификат на воду о том, что вода действительно подлежит для принятия в детских учебных заведениях, что можно ее принимать, что она не является технической водой. Поэтому все зависит от администрации. Если администрация разрешит, ради бог. А у нас есть санитарные правила, в которых четко прописано. Питьевой режим должен быть в учебных заведениях. И санитарные нормы вовсе не изменились, а не прежние. Нет, все прежние, все. Следующий вопрос, на мой взгляд, такой очень сложный и странный. Ну, как бы вот он есть. А может ли Роспотребнадзор помочь в разрешении конфликта с Вайлборис? Мне прислали пиджак, который не соответствует заявленной картинке. Продавец заявляет, что это новая коллекция и пиджак улучшенной модели. И отказывается принимать товар обратно. У нас с законом о защите прав потребителей установлено о том, что, опять же, мы возвращаемся, что информация должна быть достоверно, доступна и своевременно. Соответственно, если потребитель использует дистанционный способ приобретения товара посредством интернет-сайта, выбирает ту или иную модель, он должен получить ту модель, которую он выбрал. И доводы о том, что это улучшенная модель, улучшенная, либо наоборот ретро-модель, не принимаются. Только согласие потребителя. Если его это устраивает, он согласен на улучшенную модель, то, значит, его требование удовлетворяется. Если потребитель категорически не согласен, мы считаем, что это у нас идет в разряд некачественного товара, потому что по определению, которое дано в законе, установлено на том, что товар надлежащего качества, это товар, который не только может быть использован по назначению, но и, соответственно, образцу. В данном случае образцу, описание у которого размещено на сайте. Поэтому, да, однозначно, если потребитель хочет тот товар, который был на картинке, он не соответствует, он возвращает и получает денежные средства. У нас в статье 12 закон о защите прав потребителя установлено о том, что есть имущественная ответственность продавца за товар, не соответствующий описанию. Поэтому все убытки, все, которые несет потребитель, материальные затраты, связанные с возвратом товара, с отказом от договора купли-продажи, несет продавец. Потому что изначально предоставлена недостоверная информация. Но если вот не складывается диалог по переписке, также можно перейти на уровень судебного разбирательства, да? Да. Так, и еще один вопрос, он последний на сегодня. Проводит ли Роспотребнадзор проверки шаурмичных? Ох, я сразу вспомнила, пару лет назад мы снимали сюжет, так как прокуратура проверяла одну точку продажи шаурмы, и я была шокирована лично от того, что я увидела. Ну, проверки проходят. Конечно, то есть, если объект начинает работу, он должен на себе заявить. То есть в управление подается уведомление о начале деятельности. И в связи с тем, что данная точка начинает свою работу, к ней сначала приходится профилактическим визитом. То есть профилактический визит проходит в рамке беседы. А вопрос-ответ тоже так же. То есть специалисты выходят на место, ознакомятся с объектом, смотрят, все ли правильно установлено, расположено, есть ли в наличии, например, опять же, те же самые санитарные книжки, в наличии раковины, куда складируется мусор, отходы, каким образом, как промаркированы ножи, доски, каким образом поставляют продукцию. То есть проверяются. Также проверяются и по обращениям граждан. Обращения какого формата? То есть видео, какие-то подтверждения? Некачественные, да. Фотографии иногда бывают. Иногда кто-то прикладывает фотографии, кто-то фотографии не прикладывает, просто пишет, что на данном объекте осуществляется, допустим, некачественная продукция. Быловые или некачественные продукции. То есть, естественно, здесь не остается без внимания. Ваши сотрудники приходят без предупреждения в такую точку общепита или как? Когда как? Смотрите, если идет такой вопрос, который не создает угрозы жизни и здоровью, соответственно, выдается предостережение. Это документ, который мы направляем, контролируем лицу и в котором указываем, на что обратить внимание. То есть по обращению потребителей было заявлено то-то, то-то, обращаем ваше внимание, устранить то-то, то-то. Если же идет угроза жизни и здоровья, не дабы причинения вреда жизни и здоровью, соответственно, данная проверка проходит без уведомления контролируемого лица. Что вообще грозит за нарушение санитарных норм? Вот неправильно хранится мясо, например? Это нарушение темнотехнического регламента о безопасности пищевой продукции. Если это юридическое лицо, там от 200 тысяч. Если человек отравился, что он должен подтвердить? Что он скорую вызывал или каким образом? Он должен обратиться в медицинское заведение, которое поставит ему диагноз. И, как следствие, пишет дальше жалобу к нам, проводится на педерасследование. Елена Евгеньевна, Елена Борисовна, спасибо вам огромное за то, что вы нашли время. Сегодня приехали к нам на студию, ответили именно на вопросы наших телезрителей. Если этот формат будет пользоваться популярностью, он будет востребован, я думаю, что мы можем даже сделать какую-то такую постоянную рубрику вопрос-ответ. Будем рады встрече. Спасибо, что пригласили. Спасибо и всего доброго. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин